МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате пожара уничтожена кровля, повреждено 15 квадратных метров потолочного перекрытия и имущества внутри. Как выяснилось, еще до прибытия подразделения МЧС, очевидец пожара, 30-летний мужчина, проходивший мимо, увидел горение внутри домовладения, проник во внутрь и вывел пенсионерку, 1934 года рождения, хозяйку дома, наружу. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Курсы вождения в Хойниках теперь будут проходить в менее комфортных условиях. Котельная, отапливающая здание местного ДОСАВ, получила сильные повреждения в результате пожара, произошедшего минувшей ночью. Около половины первого спасателей Хойнинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям выехали по сообщению о пожаре котельной по улице Садовой. По прибытию спасателей к месту вызова происходило открытое горение кровли котельной, на которой снаружи висел замок. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, пострадавших нет. Котельная представляла собой пристройку к двухэтажному административному зданию. В результате огнем частично уничтожена кровля, повреждены стены и потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается. Вчера в Гомеле недалеко от центрального рынка под колесами микроавтобуса попала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Примерно около 12 часов дня 46-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Crafter, двигаясь по улице Станкостроительный проезд в городе Гомеле, совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая предположительно переходила проезжую часть дороги. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По словам очевидцев, в то время, когда пешеход переходил дорогу во дворе около дома номер 29, Volkswagen выезжал задним ходом. Женщина, скорее всего, подскользнулась и угодила под колеса. Согласно навечно следовой информации, зафиксированной в ходе осмотра места происшествия, было установлено, что водитель совершил наезд на женщину, находившуюся позади автомобиля. После чего, проехав некоторое расстояние вперед, вышел из автомобиля и извлек ее из-под транспортного средства самостоятельно. Такой обзор происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин